так всем привет отпишите пожалуйста в чатике хорошо ли меня видно слышно также прошу вас подключайтесь к дискорд каналу где мы сможем с вами в голосовом режиме в реальном времени пообщаться так сейчас я себя на телефоне тоже чатик открою чтобы видеть что вы пишете отлично хорошо спасибо наталья ставьте плюсики если видно слышно если что-то не так тоже пожалуйста оперативно обращайтесь так в дискорд канале смотрите пожалуйста так алексей спасибо вероника привет дискорд канале ссылка на который в описании видоса есть канал сайт пржи что наверное переводится как проектирование сайта вот подключайтесь голосовому каналу я специально надел наушники чтобы слышать если вы будете что-то говорить но вернее не если а я надеюсь что у нас будет с вами кроме моей лекции еще и общение пообсуждаем что-нибудь фото вот тут на этот на сайт пржи давите и подключайтесь к этому каналу вот тут сверху надо маленько отступить тут у меня по всем по разным предметам отдельные каналы не знаю зачем все равно параллельно эти лекции не веду но мало ли что вот этот каналчик включаете так вам на него и откроется у вас что-то открылась так если что-то написать конфиденциальные то что вы не хотите чтобы эфир пошло пишите тут в текстовые чат или же можете вопросы писать в чатик у youtube так или на привет анастасия александр спасибо за то что откликаетесь пишите так я на привет так коллеги в дискорде если хотите общаться то включайте микрофоны если показ только слушаете то микрофончики выключать отлично отлично вы меня понимаете так мария елизавета если будут вопросы гуля подключилась молодец если будут вопросы то прямо по эфиру задавайте пожалуйста нам так будет даже интереснее пообщаться чем сидеть и лекцию слушать а у меня есть конечно заготовленная обкатанная проверенная заученная но тем не менее мне было бы интереснее пообщаться с вами чем гнать все подряд куда зайти надо зайти надо на канал дискорда ссылка на него в описании там в дискорде вот я напишу сейчас в чатик еще канал зовется там несколько каналов у меня в дискорде сайт пржи называется канал надо на него нажать и присоединиться к нему чтобы в голосовом режиме общаться это не обязательно но мне будет приятно вот сайт пржи вот на него нажимаете вот у нас уже у нас сколько уже народа накопилось и и обратите внимание у вас если вы меня будете слушать в дискорде то звук будет дупиться а нет я у меня в дискорде микрофон выключить так что все нормально звук дублироваться не будет так кто подключается к дискорду сразу же просьба отключайте микрофоны включайте их только когда необходим а то я себя слышу отлично супер спасибо так ладно все молодцы у нас уже четыре минуты болтаю всякую ерунду надо переходить к занятиям что мы будем с вами проходить так я еще я заранее прошу прощения я буду иногда отвечать на телефон я здесь представляю как представитель производства приглашен вышку читать занятия у меня компания которая занимается в том числе веб-разработками поэтому иногда мне будут приходить звонки с одной стороны с другой стороны вы также можете в любое в рабочее время мне позвонить и по всем вопросам со мной проконсультироваться обсудить телефон я нигде на сайтах не оставляю по понятным причинам вот вам тут его напишу и продиктую так звоните опять же рабочее время с девяти до шести восемь девятьсот пять восемь шесть два четыре ноль три восемь вот по этому номеру я всегда доступен но сегодня для вас видимо к сожалению всегда доступен и потому что вот буду его снимать поэтому заранее прошу меня извинить а ну и с другой стороны если будут звонить по работе по делу по сайтам я вам буду пересказывать что у нас творится я думаю вам иногда будет у вас он этот курс записались вам интересно что происходит с разработкой с проектированием сайтов что же мы что-то вопросы комментарии пожелания сразу же дискорту стучитесь и мне говорите спрашивайте я вас слушаю так что мы будем с вами проходить так и вот так вот мы с вами будем проходить предмет вот условно говоря как заставить программистов дизайнеров и системщиков и всех прочих сделать сайт как их своевременно напинать чтобы они это быстрее сделали качественнее а если у них ничего не получается то в крайнем случае им помочь вот такой предмет то есть да руководить можно в принципе не разбираясь в предметных областях особенно этим гораздо пользоваться преподаватели иногда был интересный случай раньше ну наверное слышали что преподаватели и студентов гоняли на картошку осенью так вот там собрались политеховские преподаватели с колхозниками и давай колхозников на полном серьезе учить как надо выращивать картошку как там садить и все агрономии так серьезно им объясняли ну понятное дело там праздновали как бы встречу вот поэтому вот все им рассказали но требовать учить руководить надо все таки представляя предметную область вы здесь я пока еще с вами не сильно знаком вы здесь менеджеры экономисты ну и прочие вы предметники вы будете скорее заказывать сайт будете участвовать в том чтобы руководить проектом там или согласовывать его но при этом надо понимать что вы требуете с разработчиков что вы требуете со своих сотрудников что вы требуете с подрядчиков если вы выступаете с другой стороны баррикад да ну и часто так бывает часто очень часто бывает что студенты которых я выступаю потом заказывают у нас в компании сайты меня мучают говорят вот это переделать вот это переделать это вообще не примем и такое тоже бывает но тем не менее пока на литру именно разработку сайтов надо понимать то есть остальные основные вопросы там html что такое как идет адресация сайтов как у нас примерно даже как идет связь между там сайтом между браузером и веб-сервером это надо представлять чтобы вы не потребовали от разработчиков чего-нибудь например лишнего некоторые вот иногда программисты бывают такие бородатые которым ничего не надо вот им что говоришь они то и делают вот понимаете вот вы им что скажете они то и сделают и это получится но с такими разработчиками вообще тяжело работать что сделать вот это сделать давайте сделаю или дизайнеры зелененькие буковки сделать хорошо на красном фоне хорошо пусть будут зеленые буквы на красном фоне вот некоторые пускаются в такие рассуждения в такое поведение ну во-первых надо это эти вопросы такие действия пресекать во вторых все-таки необходимо понимать что происходит при разработке надо знать предметную область кто-то что-то написал асадбек привет молодец плюсик прожал так дальше дальше пишите мне что-нибудь задавайте какие-то вопросы уже вон сколько вам всего наговорил главный же вопрос должен быть так привет арина главный вопрос должен быть а чё ж у нас что же мы будем сдавать и как будет выставляться оценка да то есть вообще деятельность наша по разработке сайтов деятельность по обучению предмету должна быть целеустремленной вот я вам сейчас покажу какая у нас с вами цель вот посмотрите пожалуйста у меня сайт основной которым я пользуюсь для размещения работ для расписания вот правда еще расписание не заполнил первая неделя идет но тут у меня расписание в том числе очных консультаций бывает вот сайт у меня зовется cadenysb.org я вот вам на всякий случай чтобы было удобнее продублирую в чатик а нет у меня же там есть в описании вот в описании подо мной там если нажать и еще там раскрыть описание покрупнее там должен быть адрес сайта здесь ну телефона нету телефон я вам продиктовал здесь способы связи со мной email в контакт но по телефону у меня тоже все подключено всей мессенджеры telegram вайбер ватсап чё там еще бывает все вроде так на почту я сразу же обращаю ваше внимание на почту я не отвечаю я к сожалению не успеваю всю почту рассмотреть перечитать и вот даже в компании мне звонят и говорят денис прочитай почту и ну я сразу всех всех предупреждаю если вы хотите что-нибудь спрятать там какой-нибудь файлик какой-нибудь текст пароль вы мне пошлите в почту там стопудово никто никогда по и почте ничего не найдет вот так ну вот как выясняется я на вконтакт почему-то отвечают а вот в вконтакте с большой вероятностью отвечу не понимаю почему но тем не менее общаюсь там так вот возвращаемся к нашему предмету и к цели видео постоянно все-таки иду там отклоняюсь но иду по маршруту и так вот у нас проектирование веб-сайтов наша с вами дисциплина и вот тут есть всякие разные материалы есть видео материалы дополнительно ну вам эта ссылка не нужна вы уже видите мой youtube посмотрите что у меня в плейлистах указано есть отдельный плейлист вот именно по проектированию сайтов в прошлом году с эфиров записывал вот и есть отдельно по вебу там есть простые некоторые сложные видеоопыты вот это вот ссылочка на него и прочие всякие 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 материалы вот главный у нас документ вчера его актуализировал это задание на проектирование вот проектировал и ну и вообще тут дописал все остальное и так у нас с вами оценка будет состоять из трех будет три составляющие у оценки так сейчас я гляну на всякий случай не написали ли вы мне чего не написали так ок мать спасибо за вопрос стримы сохраняются можете глянуть с прошлого года многие сохранил два лайка даже поставили спасибо так так стримы сохраняются анна екатерина софи привет тоже здравствуйте надеюсь плюсики обозначают что меня видно слышно так тут смотрю в общий основной чат пока не пишите ничего ну ладно если что вот кричите мне говорите может даже в телефон позвонить по приколу но лучше не надо и так наверное звонить у меня будет так все возвращаюсь к тому что будет по предмету и так ну максимум понятно 10 баллов будет выставлены три оценки там первая вторая третья первая будет умножена ну доля этой оценки в итоговой будет три десятых следующий три десятых последний экзамен четыре десятых и так три десятых это доля в оценке аудиторной работы то есть это то что я говорил вам надо знать не знать иметь представление если говорить казенным языком надо иметь представление о предметной области о тех языках которые используются при разработке сайтов вот будут у нас с вами занятия как как сделать страничку как сделать что-нибудь жирненькое зелененькое желательно как разместить страничку на каком-нибудь хостинге желательно бесплатным на платном так то угодно может разместить мы должны потренироваться с бесплатным хостингом вот то есть вы сделаете какую-то страничку есть онлайн курс посвященный это ну ну часть оценки честно говоря вчера все придумал пытался придумать как бы разделить оценку на разработку сайтов и прохождение курса наверное будем как-то это варьировать если у вас будет много работы по сайту и вообще вы если вдруг знаете html то вам зачем онлайн курс там будет у вас страничка поинтереснее какие-то проблемы именно с практической работы то проходите онлайн новый курс и я вам но ссылка есть у меня на сайте и тут вот в этом документе тоже она вот в разделе онлайн курс ссылочка есть и так сделаете сайт и ладно про отчетность чуть попозже главная работа у нас проектирование сайтов вот по факту особенно последнее время одним из основных документов да и вообще иногда даже единственным документом проектным документом по разработке сайтов является техническое задание немного расширенное чуть выходящие за рамки госта но все равно остающиеся техническим заданием вот то есть аудиторная работа то что у вас практические занятия вот делаем сайт самостоятельно но и вместе со мной на лекциях пишем техническое задание на сайт да вот и в конце у нас экзамен экзамен ну будем смотреть буду смотреть что вы написали какие у вас работы сделаны какие сайты сделаны и при необходимости будем беседовать можно в том числе по билетам то есть есть некоторая формальная часть обычно конечно до этого не доходит но тем не менее если будут какие-то вопросы то мы можем формально провести экзамен там в формальной рабочей программе на дисциплину есть билеты но тем не менее в основном заканчивается тем что мы проводим собеседование по выполненному работу вот кто-то например тезе посылает вообще раньше времени и мы вместе там прямо на занятии в эфире это тезе читаем смеемся радуемся ему вот таким естественно плюсы баллы и никаких дополнительных мучений не устраивает так отчетностью но это вот у меня просьба это мне будет так очень удобно контролировать результаты отчетность пожалуйста разместите у меня на google диске вот ссылочка там общедоступная это этот google диск вот давайте откроем вот даже в инкогните его смогу открыть копировать копировать да я сделал чтобы не кликабельная была чтобы туда в она открытая просто страница не требующая никаких приглашений чтобы какой-нибудь мусор туда не присылали какие-нибудь роботы поэтому ссылочка не кликабельно у меня в pdf ки вот диск видите даже в анонимном доступно и здесь надо по образцу и подобию создать папку под себя написать название группы которые у вас по основному предмету по основной специальности идет по основному направлению вот я осу 92 учился например то есть название группы название себя и здесь разместить техническое задание я вместо технического задания тут другую штуку ну просто для примера файлики ну но мы его будем разбирать тоже неважно дальше скриншотики онлайн курса если проходили и ссылка на сайт вернее текстовый файл вот он текстовый файл ссылкой на разработанный вами сайт вот я разработал сайт cadenysb.org ну как бы сайт сто лет назад уже и что-то так не хочу ему дизайн никакой менять и так нравится что тут все в тексте и всем все понятно там с любых телефонов и даже в текстовом браузере можно все это открыть так что так и оставлю его навсегда наверное вот так то есть размещаете вот эти файлы каждый в своем каталожке тут вот старые есть майнеры с предыдущего года можно поглядывать на них но не рекомендую брать за образец и вообще техническое задание на сайт это вещь распространенная в интернете много где она есть где можно взять примерчик посмотреть но не рекомендую вообще постарайтесь сделать по-своему простенько не надо брать какие-то хитрые образцы поучитесь я не буду сильно вас рубить и там я понимаю что у вас может быть технические науки и не профильные поэтому поделайте что можете если вы соблюдете план технического задания какое слово ужасно если вы будете соблюдать план технического задания то проблемы точно не возникнет может там ну не не получится максимальной оценки но тем не менее вот в т.з. вот планчик что должно быть в техническом задании ну может быть подробнее сегодня по нему поговорим вот по плану оформляете все пункты заполняете в техническом задании все вам профит почему не рекомендую брать что-то за образец вот смотрите вот был чей-то образец он был сделан вот например вот грубо говоря на если говорить вышкинской системой баллов на была в нем маленькая ошибка и он был сделан соответственно не на десять баллов а на девять вы взяли за образец попал получили эту же ошибку которая там была ну и сделали естественно свою маленькую ошибку и у вас получилось уже не 9 баллов как у образца а 8 баллов и так далее и так далее а если учесть что все друг у друга списывают и в интернете много образцов которые уже все закосячены то у нас получится с вами и вообще все плохо там у нас будет с вами отдельная такая рубрика во время лекции я не знаю сегодня займемся это или нет я открываю просто технические задания чьи-то чужие и вместе их разбираем чаще всего видно какие там косяки вот особенно смешит когда написано что должно открываться что сайт должен открываться в браузере там needscape 5 который был не знаю в девяносто девятом году например то есть списывали вот 20 лет уже какое-то одно тезе кто-то списывает друг у друга и копируют вот это вот самое требование к браузерам которых уже овощей нету и они есть конечно их можно наверное даже запустить так смотри чатик о анастасия web 1.0 еще жив да конечно но лежит у меня когда вы в 2.0 появился со всеми этими своими кнопочками которые хочется лизнуть у меня жутко не нравилось так хороший сайт да да хороший сайт сергей спасибо так анастасия у нас сразу после лекции сегодня стоят семинары но никаких инструкций куда переходить что делать нет куда нужно будет переходить и что делать так анастасия ну наше с вами занятие постепенно перейдет в семинар мы вообще посмотрим до чего мы с вами договоримся то а да вместо антона вместо антона буду вести я блин так жалко жалко сорвалась с ним антон панов он из конкурирующей мне организации тоже занимаются веб-разработкой а то блин я всех конкурентов уважаю надо чтобы кто-то там положил меня сказал что вот там кузнецова все стрёмно сайты надо делать вот так вот ну блин него к сожалению по времени не получилось поэтому я буду за него поэтому я буду всех сразу же уважать и и второй преподаватель который будет вести семинары игорь владимирович вот он надеюсь к нам подключиться к дискорду ну и сообщит как с ним связаться как будут проходить практики вот ну на крайняк позвоним ему уточним да потому что почему-то ссылки с лекторов собрали а с тех кто ведет практику нет ну ничего разберемся найдемся телефон я вам свой оставил там проблем ну проблем в прошлом году ну было только у тех кто вовремя не пришел и сдавал потом после всех то есть пришлось довольно тяжело принимать потому что видно было что там какая-то списанная работа тз просто даже не сильно понимал как общаться я повторяю не надо списывать сделайте что вам интересно постарайтесь выбрать себе вот по техническому заданию свою предметную область сами ее себе придумайте может быть будет совпадать но лучше кстати коллективные коллективные работы не делать неудобно ну в крайнем случае если вот четко вы разделяете вот я делаю это я делаю это то делаете одно ну или в принципе там как-то дружите вместе и вообще одним проектом занимайтесь или вообще уже его сделали да кстати если у кого есть готовый сайт то новый какой-то делать не обязательно каждый раз есть кто-то в коллективе кто даже руководил разработкой сайта и показывал вот я руководила например разработка этого сайта у меня какая-то очень крутая дама весной занималась руководитель какой-то компании я по-моему даже ее услугами когда-то давно пользовался вот она вот сказала вот это разработано по моему вот я тз согласовывала вот делала вот все сдала все показала можно в парах сайт делать можно можно будем частично алексея этим заниматься как к вам правильнее обращаться ко мне на занятиях правильнее обращаться денис борисович вот так ну можно в чатике можно и ты кратенько отписываете да и все чаты есть чат так так на чем я остановился говорите мне в дискорд что нибудь там типа ладно хватит гнать давайте про предмету говорить так все все так по отчетности да я вам рассказываю что надо делать что требуется для отчетности все да вот то три составляющие то что вы поделали по разработке сайтов страничек самостоятельная работа но в первую очередь написание т.з. и в конце экзамен ну собеседование по тому что наделали так дальше ну поговорим с вами о еще поговорим с вами о предмете о предметной области в принципе о вебе основными элементами на которых крутится всемирная паутина сайты из сайтов складывается паутина паутина потому что есть связи между наверное между всеми сайтами то есть все сайты между собой так или иначе связаны ну если кто-то специально свой сайт не прячет разве что а так все сайты из всех сайтов складывается единая паутина с одного сайта есть ссылки на другой на третий на четвертый так каждый сайт с кем-нибудь связан я не знаю действует ли тут правило пяти рукопожатий все ли сайты через пять кликов можно с одного сайта на другой перейти ну если исключить поисковики да с поисковиков за один клик на все переходишь вот но тем не менее они складывают паутину сразу же отмечу что сайты и веб ввв world wide web всемирная паутина это не весь интернет это только одна из его служб есть кроме веба мессенджеры например да вот дискорд в который вы подключились и мне возможно будете какие-то вопросы задавать в нем дальше есть email не тот который там гугловская почта mail.ru а вот именно многие ну особенно в корпорациях используют почтовые клиенты там Mozilla Thunderbird или Microsoft Outlook BAT может быть кто-то помнит вот ну и так далее есть много почтовых клиентов на телефонах почтовые клиенты часто распространены это по своим по своим протоколам они действуют по своим интернет протоколам и так далее много очень служб в интернете кроме веба но веб он самый доступный он больше всего востребован именно с точки зрения пользователя он интересный в нем картинки есть так что а раньше вот кстати вот особенно в россии интернет начинался только с электронной почты вот по электронной почте там и конференции были с помощью массовых рассылок оно при чем назывались они наверное уже никто не помнит оно называлось телеконференции ну не потому что там телевизор или видео было а потому что по телекоммуникативной среде через интернет была рассылка сообщений так как же появился вот именно ввв как да 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 чуть чуть скажу итак из чего состоит паутина во первых нужны нам страницы на которых документы веб страницы документы электронные на которых можно ставить ссылки чтобы ставить ссылки надо вот их оформлять ну и вообще тексты для того чтобы их разместить на сайте надо оформлять в специальной форме это на языке в первую очередь html гипертекст markup language язык разметки гипертекстовых то есть которые имеют ссылки на другие тексты гипер на гипертекстовые документы ссылки да вот важный момент это ссылка ссылка оформляется в виде URL универсальный унифицированный указатель ресурсов унифаят ресурс локэйшн и http гипертекст трансфер протокол протокол по которому общаются язык на котором разговаривают между собой веб-браузер и веб-сервер вот эти моменты мы должны понимать что они есть с html чуть чуть и подробнее мы должны знать все это кстати зародилось довольно давно то есть в вот в конце восьмидесятых начале девяностых и как всегда ядерщики вот церн блин всегда забываю как церн переводится можете старые видосы глянуть я всегда говорю я не понимаю как переводится церн ну американские ядерщики придумали ну вот известный чувак Тим Бернер Сли вот вот к сожалению по моему то ли в прошлом году умер то ли в позапрошлом совсем недавно то есть вот он наш с вами современник он как раз придумал делать вот эти вот html делать ввв делать странички делать ссылочки идея гипертекста она была что один документ разбросан там по нескольким другим документам может быть по нескольким серверам ну вот именно оформил это в удобном виде сделал вот первый браузер который так вот и назывался кстати первый браузер назывался ввв его сделал Тим Бернер Сли вот но я его кстати никогда не видел а вот следующий уже застал следующий дальше за ядерщиками как всегда и бывает у нас подхватили дело космонавты космонавты вот у меня тут на логотипчике мозаика видно МЦСА ну американские космонавты S наверное space N национальные вот сделали мозаик вот это уже был браузер тот который похож на все наши вот там современные браузеры которыми мы с вами пользуемся так где я вот и с него уже пошли остальные то есть причем блин вот говорят что видосы я смотрю про этот браузер он вроде нормально работает а у меня почему-то в нем картинки не показывались вот там показано что вот картинка есть но не надо было нажать она скачивалась показывалась у меня там в графическом редакторе вот не понимаю то ли настроено было что-то не так или там ну я под линуксом тогда работал ну и сейчас тоже работаю может быть что-то недонастроено не работало было вот кстати вот я логотипчик дернул этого мозаика тут вот прямо указано в первом x windows system это графическая оболочка графическая система для unix систем ну в том числе линукса вот под microsoft windows был и сразу же под макинтош то есть под все выпустили они браузер сразу же у браузера была кроссплатформенность под все платформы выпускали дальше из мозаика сделали браузер нитскейп ну вернее нитскейп пишется нитскейп читается моzilla вот так вот у них писалось в девяносто четвертом году сделала нитскейп и с некоторым опозданием девяносто шестом году появился интернет экспортер третий они были сделаны из мозаика вот эти два браузера то есть браузеры на всякий случай это вот основные программы с помощью которых мы ходим по сайтам вот по моему сайту я хожу с помощью браузера который вот видите тут лиса нарисована файфокс я использую ну я все на самом деле использую как минимум для того чтобы проверять сайты я даже айфон купил специально чтобы можно было сайты проверять как на айфоне работают так сейчас гляну не появились ли у нас какие-то вопросы пока нет ну если что пишите или там вообще голосом кричите прямо я включу микрофон в дискорде пообщаемся если есть что-то высказать так дальше 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 так в текст тут у нас на всякий случай смотрю в тексте ничего не написали так а вот кстати Игорь Вадимирович зашел в канал основной сейчас я тогда ему скажу чтобы он да вот текстом чтобы написал или зашел в дискорд пообщался так тогда секундочку подождите Игорь Владимирович здравствуйте вот вы если заготовили трансляцию какую-то или там зум или еще что-то вы пожалуйста в основной чат здесь напишите ребятам если есть необходимость то вот можно вот тут ниже канал сайт прж зовется вот в нем все сидят там можно что-то голосом будет сказать я сейчас на ютубе читаю лекцию вот поэтому ладно если тогда если не получится то вот тут же в дискорде можно то то есть в дискорде включитесь вот в этот а нет тут можно вот тут вот нажать шаре скрин вот и будет через этот то есть здесь так же как и во всех на всех платформах можно экран что да 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 это десктопная версия ну с телефона тогда можно просто задание будут выполнять студенты и просто помочь с ними пообщаться ну если получится зумом то зумом вот сюда тогда в текстовый канал напишите ссылочку и как с вами связаться ссылочку на сайт тогда ну вот ссылку тогда на сайт да 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 вот сюда в текстовый чат я в ютубовский чат продублирую тогда это ладно все а тут а тут да здесь да 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 хорошо спасибо все тогда я возвращаюсь к лекции так все я вернулся на голосовой канал опять же вас буду слышать если что выключу свой микрофон чтобы у вас не дублировалась так продублирую сюда ссылочку на сайт игорь владимирович где будет информация по связи ну или у меня на если там что-то действительно проблема зумом будет то на этом в моем дискорд канале вы сможете пообщаться вот так все возвращаемся возвращаемся к презентации презентации презентация итак первый был такой у всех кроме меня видимо полноценный браузер мозаик из него девяносто четвертом году сделал нет нет скейп свой браузер и жутко стали богатыми после этого вот тогда вот как раз вот в эти годы и пошло вот это вот биржи айтишные развиваться которые потом в начале двухтысячных бахнулись многие ну вот как раз вот эти вот годы у него с четвертый обратите внимание майкрософт опоздал на два года и свой интернет-эксплойер третий тоже содран но не содран используемый использовался код мозаика в девяносто шестом году только запустились дальше были серьезные кстати несовместимости у браузеров интернет-эксплойер показывал одно нет скейп другое они каждый по-своему понимали html каждый в html добавлял свои директивы ну чтобы как-то разобраться с этим был создан v3 консорциум worldwide web консорциум который как раз и занимался тем чтобы определял стандартизацию всех вопросов касающихся веба вот сайту этого v3 консорциума так и зовется v3.org вот v3 консорциум здесь все стандарты на все что связано с вебом ну на html в первую очередь во вторую на все остальное xml и javascript там и прочее 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 так дальше дальше ага а это вот основные веки которые я отметил которые были важны дальше html развивался браузеры развивались и дошло до того что мы начали даже документы для печати готовить в html передавать данные друг другу оформленные в html html не для этого был сделан html сделан для того чтобы делать веб страницы ну гипертекстовые документы а не чтобы передавать информацию какую-то или же делать печатную подготовку и прочее поэтому на базе ну не на базе не на базе но вот в синтаксисе в примерном синтаксисе html сделан язык xml который очень широко сейчас используется ну вот в частности на языке xml ну кроме того что многие системы между собой общаются это язык между там роботами вот в частности формате xml роскомнадзор рассылает всем провайдером связи реестр запрещенных сайтов вот такой распространенный формат сейчас и еще одна важная веха уже совсем недавно исторических масштабах вышел стандарт вместо просто html html5 что он дал он дал нам видео прямо в браузере то есть этот стандарт сказал если браузер ты делаешь новый и он будет у тебя по стандарту html5 а дальше будет только такой стандарт делаешь браузер делай его по html5 и пусть твой браузер проигрывает видео аудио и прочее 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 всякое мультимедиа как в записи так и в стриме ну что мы с вами сейчас и делаем раньше для этого браузеры вставлялись всякие плагины вот все еще где-то flash крутится дал некоторые браузеры все еще с ним работают но от него уже массово все отказались вот именно страивали flash это было при бомбасе на браузеру плагин к браузеру и только с помощью него можно было играть в игрушки смотреть видосы в том числе youtube был в начале только на flash ну вот до этого времени вот но он был криво с ним было неудобно он был плохо связан с остальными элементами страницы то есть вот здесь вот у нас с вами на ю тубе все вместе видео чат и все 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 элементы друг с другом связаны а там вот был какой-то анклав там видосик на страничке вот и в нем только и можно было flash играть работать с ним и прочее ну была конечно связь вот да сергей правильно отмечаете что в этом году полностью поддержку прекращают сейчас вот где-то в хроме есть свой встроенный flash в этом году все в нем у flash был прикольный этот редактор мультфильмов они мультики прикольно было делать я тоже рисовал мультики под него в конце девяностых начале двухтысячных но мультики мультиками но с ним его не удобно встраивать в страницу так переходим вот да ведь я отметил что нецкай в девяносто четвертом году был а microsoft он как бы так цензурно сказать он пропустил два года как было известно заявление билла гейтса когда он выпустил операционную систему доз которая нифига оперативную память не поддерживал он говорю 640 килобайт там достаточно для всего или типа того у него фраза была полную цитату можете найти про 640 килобайт вот также они посчитали что интернет что веб интернет и прочее это так не интересно и увидели что уницкейпа там миллиардные доходы уже и вот с опозданием вышли они вышли с опозданием но тем не менее между ними завязалась очень жесткая борьба они поняли что пропустили что теряют кучу денег что ницкейп у них конкуренты они его мочили просто и финансовыми не финансовыми методами и технически в общем по всем фронтам ну в частности вот буквально буквально через год там девяносто седьмом выпустили интернет эксплуаер четвертый который полностью переписали код а ницкейп четвертый который вышел примерно вместе с четвертым интернет эксплуаером он был все еще на ядре мозаика ну то есть оно все равно старое там медленное с косяками было то есть у них и технически и организационно было больше ну и давили как как могли и давить но когда этот у нас где у меня презентация когда сдох нецкейп когда его microsoft за мочил кстати вот у меня смешная картинка ее не знаю видно нет тут не совсем она в хорошем качестве здесь когда интернеты вот просто характер того времени характер войны между интернет эксплуаером microsoft там и ницкейпом и его ну mozilla я вам говорил что пишется ницкейп читается mozilla вот когда интернет эксплуаер ну microsoft выпустили четвертый интернет эксплуаер они притащили вот эту вот большую синюю таблетку е кинули ее ну пьяная видимо отмечали на ужайку перед зданием ницкейпа да ницкейпа да и что там на нем написали видимо обидный вот ницкейп и там не знаю что обычно пишут в таких случаях вот на это отреагировали ницкейп они сверху на эту таблетку поставили mozilla и написали ницкейп 72 microsoft тут плохо видно 18 это проценты по распространенности браузеров на тот момент то есть у ницкейпа было 70 процентов рынка на момент выхода интернет эксплуаера 4 но тем не менее я вам говорил что сильное было давление со стороны microsoft а и вот у меня тут график этот десятый год это видимо девятый год да вот в девятом году 2009 году по данным вот одной из статистических служб интернет эксплуаер лидировал просто безбожно но ницкейп просто так не сдох они взяли и выпустили а давайте кстати у меня по войне браузеров я по войне браузеров вам две вещи сделал это очень интересный момент это то что вот прямо в современности творилось поэтому отдельно особенно менеджерам и экономистам рекомендую глянуть фильмы у меня они тоже их ссылка на них есть в описание первый фильм это так его первый фильм наверное даже вместе посмотрим сейчас это фильм про фильм не фильм видосик про то как развивались менялись браузеры давайте я вам его включу и прокомментирую как развивались события и наверное сейчас реклама включится но там переживем чуть-чуть рекламную паузу так все пропустите рекламку вот пошла у нас так 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 стоп пауза пауза и так вот у нас год 97 вот как раз вышел вот и сразу же рвануло да видите как вот начало да вот 96 год у ницкейпа было просто лидирующее положение 80 процентов пользователей использовали именно ницкейп экспортер использовали 10 но тогда еще 96 видимо начало ну второй квартал до четвертый экспортер еще не вышел вот где-то мозаик все еще откуда-то кто-то его использовал девяносто шестом году вообще не знаю кто его уже не видно не слышно было во всяком случае в пельме его не видел ни у кого а и всегда кстати вот где-то на вторых планах всегда будет оперы вот она всегда была ее очень часто использовали она была хороша тем что когда браузеры вели свою войну да вот смотрите вот вышла четвертая версия интернет-эксплора нашего начала и началась интервенция на ницкейп они жутко ругались спорили делали несовместимые страницы вот раньше заходишь на сайт вот даже по моему тут у нас полите у нас политехе по моему было даже на сайте вот главной страничке был этот джин из аладдина у него на одной руке было войти через интернет-эксплора во второй войти через нецкейп и делали вот буквально нам приходилось вот в это время делать два сайта один под нецкейп второй под интернет-эксплора и браузеры были жутко несовместимы только какие-то самые самые простые тексты были одинаковые а так вот если что-то надо картинку шрифты цвета там какое-то расположение элементов на странице ничего не работало и вот например заходишь на сайт а там написано что он только под интернет-эксплора вот вопрос про борьбу майкрософта с кем бы то ни было меня спросили сейчас я не знаю не слышно наверное было всем в чем было удобно и делать вот вот когда я вот тут совершенно не не толерантен к майкрософту и вообще вот во всех этих вопросах я никогда под него ничего не делал то есть меня иногда заставляли пару лабораторных провести под там visual studio там или еще что-то вот иногда случается но при любой возможности я не использую майкрософтские продукты вообще то есть у меня все под linux под minix под другие unix системы я пытался работать с продуктами майкрософта у меня просто не получалось у меня это где-то видимо заложено у меня не не складывается теоретически должно быть одинаково ну то есть и те думали и другие думали и те было и там была коммерческая компания needscape и тут коммерческая компания microsoft то есть теоретически одинаково делать сайты и там и там было так сейчас я гляну на всякий случай вдруг есть вопросы какие-то так да кстати вот про эту историю продолжать или не сильно интересно напишите мне пожалуйста у меня просто по истории ну вот как раз вот эти вот годы они у меня самое веселое это моя молодость ну когда все воспринималось ярко у меня все еще яркие воспоминания с тех пор я могу довольно долго про это рассказывать поэтому отметьте интересно вам нет я могу заткнуться по этому поводу ладно вероника михаил я продолжаю ладно ладно я поболтаю если что это пишите я совершенно не обижусь если вы меня попросите рассказать что нибудь другое совершенно другое да не обязательно даже кстати по предмету как выяснилось так давайте продолжим тогда с битвой браузеров ну с их соревнованиям вот здесь вот видно только их соревнования так полный экран сделать вот и когда мне приходилось заходить на сайт а там написано только под explorer нитскейпом идите отсюда вот в опере была волшебная кнопка перейти из одного браузера представиться как explorer то есть опера могла сказать серверу что я интернет explorer и можно было под оперой смотреть сайты как надо под explorer написаны так и под нитскейп вот опера всегда какую-нибудь фишку придумывала которую сделать и кстати и нитскейп и explorer они как бы были платные то есть это и другое можно было или скачать так или еще что-то в общем как-то мы их получали ну не пиратствуя как-то получали их но тем не менее не были платные опера была бесплатно она была с рекламой там прямо в шапке оперы были рекламные ролики вот и опера всегда какую-нибудь я просто дальше по оперу не буду она всегда какую-нибудь фигню придумывала да вот последнее время оперы работала кнопка turbo да нажимаешь turbo и на самом деле начинаешь обходить с помощью этой кнопки какие-то запреты которые действовали от от провайдеров да там провайдеры какие-то сайты закрывали а опера тем не менее их показывала вот и сейчас у нее какая сейчас у нее что-то там опера vpn или еще типа того появилась но в последнее время кстати ее не сильно использую в смысле не сильно не использую но только в крайнем случае когда по сайту какой-то вопрос что там что-то где-то не открывается вот поэтому все по опере они всегда какую-нибудь фигнюшку придумывают и всегда вот они где-то есть они постоянно крутятся всегда опера есть ну вот все выпустили четвертый explorer и он стал забивать все и как технически побеждал так и ну все тут нецкейп бахнулся то есть нецкейп просто старые вариации использовались вот и продолжали использоваться до двухтысячного года и дальше вот в двухтысячном году нецкейп жахнулся и mozilla ну нецкейп mozilla компания как бы выпустила они бахнули они отпустили свои коды в всеобщий доступ открыли коды и сказали ну вот нравился вам нецкейп вот делайте сами все файфокс и вся толпа народу которые там скучали по нецкейпу начали разрабатывать файфокс это вот как и линукс продукт совместной разработки то есть вы можете сами сейчас подключиться к разработкам файфокса и принести там что-то свое в него ну вот тут вот 2009 год который у меня на графике в презентации вот он как раз explorer сдает свои позиции и тут сейчас у нас должен появиться хром новый появился новый мощный такой активный участник интернета это google который всех стал давить но в отличие от microsoft google больше импонирует своим подходом к технологиям у него он спит использует открытой технологии с ним там можно подработать и вставить плагинчик использовать других проектах но тем не менее это тоже монстр он тоже культурно кстати давит остальных но таких вот прямо скандалов антимонопольных заседаний судов с гуглом особых громких я не слышу но тем не менее самый популярный поисковик google они всегда всем говорят используйте хром вот он используется и хром действительно хоть я его использую когда у меня проблема с файфоксом то есть у меня обычно использую ну там mozilla файфокс да вот как древний поклонник нитскейпа вот хром иногда все-таки использую хроме например удобнее печатать документы там открывая делаешь печать документа какого-то подготовленного через веб-интерфейс и он включает диалог в котором можно предпросмотр сделать там что-то подмасштабировать и так далее вот используя его для этого в том числе и вот какие тут мелочи вот чуть-чуть чуть-чуть вот это вот поудобнее это поудобнее бывает но при разработке я больше все-таки использую файфокс вот ну и по старинке но тем не менее хром честно говоря можно их одинаково использовать равносильно совершенно давайте посмотрим чем закончится тут у нам пара лет осталось вот хром лидирует интернет эксплуор кстати он сейчас его нету вместо интернет эксплуорера используется у нас эйдж вот microsoft выпустил и сейчас десятках устанавливаются ну рекомендую использовать именно его современные сайты работают с ним это вот первый видос ну его можно и не пересматривать человек надо было то сказал по нему и второй видос сейчас его смотреть не будем ссылка на него есть в описании под этим вот видео под стримом это именно битва браузеров особенно экономистом менеджером ну и вообще всем интересующимся рекомендую глянуть этот закладки другие этот видос война браузеров вот здесь как раз современная именно война как интересные кадры заседания суда где заседание суда где там у Билла Гейтса спрашивают Билл так кто посылал имейл с угрозами вот вот вы посылали Билл сказал Гейтс нет посылал не я а кто компьютер послал логично да ведь он же не сам письмо там куда-то относил там компьютер его посылал вот и свидетельство вот прямо очевидцев вот той истории когда Майкрософт вот жёстко гасил нет скейп вот поэтому рекомендую как руководство как воевать грубо говоря вот но это не обязательно для просмотра хотите глядите хотите нет но тем не менее рекомендую довольно интересные моменты так ух и все что мы прямо к предмету переходим дальше если у вас какие-то вопросы вот именно по пониманию браузеров по истории какой-то может быть что-то упустил может что-нибудь еще вам добавить по этому поводу сказать так где у меня трансляция сколько раз уже переписывали и в этом году его на ядре хроме вот честно говоря в последнее время я уже потерял счет у кто на каком ядре выпускается да то есть браузеры вот например яндекс браузер они не сами же все сделали яндекс браузер используют какое-то ядро там вот у mozilla я помню раньше использовалась у mozilla fayfox использовалась ядро gekka звалось и на нем было много хромиум скорее всего по названию это ядро для хрома его тоже кто-то использует ну наверно тот же яндекс браузер на нем сделан да я да спасибо сергей вы мне вот так вот подсказывайте некоторые вещи мне уже просто не интересно потому что ну то браузеры сейчас все-таки стали более-менее одинаковые чувствуется а что они что они похожи ну да да и многие компании просто делают свои рубашки для ядра браузера и используют стандартные ядра вот там правильно сказали chrome и интернет explorer но наверное не интернет explorer все-таки этот edge яндекс браузер сделаны на одном ядре сами только обвес всячески сделали кстати вот у файфокса написано на каком он ядре вот обычно справка в браузере нет ну тут тут прямо не написано какое ядро используется в нем надо смотреть вот подробности вот там change logi что нового там вот написано какой версии они на какое ядро переходили браузерные ну кстати браузерные ядра используются не только для браузера в частности вот программа для почты которую я поминал вскользь mozilla thunderbird тоже используют браузерное ядро какие-то другие системы которые не прямо сайта вот что-то при работе с документами с гипертекстом могут использовать ядро ну то есть саму движок саму основу браузера для своей работы так что еще мы обсудим с вами chrome больше оперативной памяти есть вообще наверное да вообще наверное да я почему-то на старом компе его вырубал хотя они все ее пожирают вот время от времени надо браузеру перезапускать потому что есть такое явление как утечка памяти то есть какая-то система функция под программка в браузере память берет а отдавать забывают поэтому вот время от времени надо их перевключать перевыключать так ладно хорошо хорошо пишите мне всякую всем не пишите потом у меня вон дальше логическая структура сайта вообще вопрос логической структуры сайта его ну грубо говоря надо надо обдумать и вот один вот этот ключевой момент вот сейчас я вас попрошу сосредоточиться у нас с вами я повторяюсь главный документ по проектированию это техническое задание техническое задание должно там кроме того как выглядит сайт рассказать о его структуре так вот сейчас сосредоточьтесь скажу важную очень информацию ключевой момент при разработке структуры сайта что такое структура сайта структура сайта это не состав страниц нигде какая навигация на сайте а структура потому что навигацию на сайте можно выстроить как угодно то есть там на сайте какой-то там не знаю какой сайт откроем вышки откроем сайт ну не вышки вот у меня под рукой сайт губернатора вот вот указано где на сайте какие элементы какие страницы на сайте находятся эта структура нет можно вот взять в административном интерфейсе сайта взять и экономику ты из новостей переместить губернатора органы власти из правительства в мероприятия при службу в администрацию губернатора на кстати в администрации губернатора подчиняется вот то есть это все делается в процессе жизни сайта то есть пользователь до которого сделали сайт клиент он может сам взять и любую структуру сделать любую систему навигации любую систему иерархии но практически любую поэтому в техническом задании рассказывать какие страницы и где должны находиться это нелогично это не требуется потому что это все переделывается легко и просто самим заказчиком сайта тот для кого сайт сделан администратор кто сайта становится важно чтобы вот от технического задания важно первое чтобы программист знал что запрограммировать второе чтобы дизайнер знал что нарисовать третье чтобы и заказчик и подрядчик и тот кто делает сайт и тот кто его принимает заранее договорились что у них получится в результате и понимали этот момент чтобы рисовать сайт надо знать какие шаблоны страниц какие шаблоны страниц есть на сайте вот у меня открылся сайт и так вот есть шаблон главной страницы тут вверху синяя полоска с первым уровнем там основной навигации дальше вот второй уровень навигация баннер дальше новости какие-то блоки реклама и подвал сайта с навигацией с информацией с правовой информацией это шаблон главной страницы дальше есть новостная страница смотрите есть новости про коронавирус есть новость власти общества есть новости экономика вот несколько страниц и все они сделаны по одному шаблону все сделаны в в одном шаблоне вот все новостные страницы дизайнеру надо их по-разному рисовать нет а если в структуре сайта будут написаны все эти страницы то дизайнер будет их все рисовать и за каждую страницу возьмет денежку или же вот иногда бывает пара раз была ситуация я вот не читая техническое задание вот аналитики у нас рисовали техническое задание я не читаю его отдавал дизайнеру а дизайнеру не звонит и говорит денис а чё рисовать то сколько страниц рисовать какие страницы рисовать поэтому надо четко определить какие шаблоны страниц есть вот есть шаблон главной страницы шаблон новостной страницы вот есть хитрый вот такой шаблон который не похож на все где надо сделать вот так вот чтобы была иерархия нашего правительства это вот да это понятно что надо отрисовывать а часть страниц они носят типовой характер там страницы с документами все много очень одинаковых то есть некий какой-то текст предваряющий или заголочек а дальше пошли документы причем шапка вот это вот вот эта шапка эта шапка остается той же вот эти все шаблоны и надо написать какие будут да нам надо для этого составить список страниц ну чтобы продумать шаблоны надо подумать какие должны быть страницы на сайте не надо из них иерархию пока выставлять можно и выстроить кстати никто не мешает нам приложить к техническому заданию и будущую карту сайта ну для ориентировки что было понятно чтобы начальное какое-то наполнение клиенту сделать чтобы заказчик понимал что где расположено да это можно ну и полезно бывает сделать но это не ключевой момент ключевой момент у дизайнера шаблоны для программиста тоже не важно какие страницы ему надо понимать что прогать вот есть например блок с документами вот его надо прогать блок с формированием навигации его надо прогать делать еще какие-то там функциональные блоки вот именно какие кусочки на странице какие вот элементы на странице требуют отдельного программирования отдельного действия если страница просто какая-то статичная ну здесь вот кстати тут вот кажется вот какая простая страница вот бывает вот ее программировать вообще не надо бывает вот тут таких страниц на сайте может быть ну здесь вот на странице губернатора тут все-таки много серьезные тяжелые информации тут многие страницы сделаны уникальные но на простых сайтах вот такая вот страничка с просто инфой о компании о контактах о конкурентах еще о чем-то страницы на которые можно сделать текст сделать списочек разместить какую-нибудь фотку многие сайты могут состоять на самом деле из двух шаблонов шаблон главной страницы шаблон внутренней страницы на внутренней странице вот такое программировать то надо только одну маленькую программку сделать которая показывает и позволяет заполнять наполнять вот такую страничку поэтому при проектировании сайта чтобы понять сколько сайт будет стоить, какая трудоемкость будет чтобы четко согласовать функционирование сайта надо расписать ну во первых просто для удобства составить список всех страниц можно иерархических выстроить но обязательно указать какие страницы по каким шаблонам должны быть выполнены и какие блоки будут на страницах как их прогать вот такой важный момент по структуре сайта вот это и есть структура сайта а не навигация вот где-то там у нас есть здесь карта сайта вот даже и кстати последнее время не часто пользуются люди нет тут отдельно отдельно карты сайта я не вижу хотя вроде была как-то тут вот может быть а вот карта сайта да вот вот аж куда спрятан да вот такую вот карту сайта что в чем находится да можно привести в техническом задании но я повторяюсь это не не самое главное касающиеся структуры часто ограничиваются этим но после этого приходится всем кто составлял техническое задание ну техническое задание подобное оно в большинстве случаев оказывается бессмысленным потому что опять же программисту непонятно что прогать дизайнеру непонятно сколько страниц рисовать все эти страницы рисовать надо или какие-то которые черненьким написаны или которые написаны синеньким вот чтобы не было разногласий вот это одно из основных косяков в технических заданиях там не знаю в 90% технических заданиях на сайт этот косяк ну и соответственно порождают то что в результате получают заказчики не то что хотят и и начинаются конфликты чтобы их было меньше вот то желательно на начальном этапе сразу же правильно все сделать по поводу этапов так для немчатик в голос мне никто еще ничего не сказал хотя в наушниках сижу уже весь день больше часа так тут не написано ничего в чатике в чатике все хром у нас память есть ну ладно да вот кстати память память живет особенно если какие-то интерактивные системы вот я заметил что много памяти потребляет google disk причем не только памяти еще и процессорную мощность он иногда потреблять сильно начинает ну такие вот интерактивные страницы поэтому когда у вас много-много-много вкладочек вы их вы их закрываете ну или время от времени тоже важно браузер перезагружать вот можно кстати глянуть сколько сколько оперативки живет браузер вот по памяти отсортирую вот у меня три из четырех гигабайтов которые у меня на ноутбуке этом презентационном три как бы занимает веб-браузер ну не совсем занимает это вот виртуальное адресное пространство которому он адресуется вот а вот три вот тут вот еще три но они их они это пространство могут кстати разделять то есть веб-контент и файфокс и еще вот веб-контент это вот все все составляющие это все процессы из которых состоит веб-браузер то есть веб-браузер гоняет все эти процессы то есть веб-браузер вот у меня файфокс бин а веб-контент видимо это вот все вкладочки которые у меня есть раз два три четыре пять вкладок да считаем раз два три четыре ну и что-то еще видимо служат вот так все возвращаемся по структуре поговорили в техническом задании будете разрабатывать отдельно вот я написал пункт вот структура сайта вот указываете состав страниц можно в виде там какого-нибудь дерева потом отдельно указываете какая страница по какому шаблону у вас планируются на сайте потом какие блоки и как они должны работать вот вот это то что касается структуры сайта процедура разработки сайта так сейчас да так вопрос из дискорда будете ли вы разрабатывать дизайн нет ну в смысле вы можете в рамках занятия у вас есть разработка странички в рамках разработки страницы вы можете сделать все что угодно ну плюс минус да там что мы будем просить может дополнительно какие-то ваши решения корректировать но главная задача написать вот именно документ документ техническое задание вот это основной самое-самое-самое основное вот еще раз вернусь и наверное еще неоднократно вернусь к этому вот пункту по оценке итак главная оценка это ТЗ и вот собеседование ну и экзамен в экзамен тоже входит обсуждение и ТЗ и того что вы сделали по сайту техническое задание это главный документ который вы должны научиться делать в результатах в результате этого курса дизайн нарисовать да почему бы нет но не требую даже вот какие-то вам потребуется делать аналитические решения вот такой интересный момент я вас потребую делать некие аналитические решения то есть что будет размещено на сайте у вас да вот даже тут вот указал что надо проанализировать вот вы выберите для своего сайта каждую свою предметную область и будете думать как сделать ваш сайт конкурентоспособный в этой предметной области и будете делать аналитику так самое смешное я буду вас проверять не то что вы правильно сделали аналитику а просто что она сделана что у вас есть выводы то есть вы проанализировали сайты есть выводы по анализу которые следуют из исследования сайтов и на основании этих выводов сформулированные требования к сайту ну вот вывод о составе элементов к сайту то есть это может выглядеть даже у вас нелогично я просто я просто этот курс предназначен для того чтобы вы разобрались с основными этапами разработки да если писать логично даже вам проще будет но я скорее буду проверять не логику а вот именно эту последовательность что вы исследовали сайты конкурентов выявили у них там плюсы и минусы сделали там сравнительную табличку по ним и сформулировали как сделать вам конкурентно способный сайт но прямо вот логику я не буду вас проверять потому что например вы выберете какую-нибудь предметную область ну грубо говоря там магазин домашних животных и будете анализировать конкурентов говорить а вот эти вот не рассказали про серых хорьков которые сейчас очень модные поэтому этот сайт вот там неправильные и на этом сайте нету таких-то таких-то элементов я аж в этом не разбираюсь я просто проверю что у вас все идет логично что идет последовательное изложение по техническому заданию нам да требуется делать прототипы сайта но прототипы вы можете нарисовать прямо дизайн сделать можете там нарисовать квадратиками в пайенте там какие-то штуки я это к этому придираться не буду нет конечно когда оформлено красивее лучшее отношение получается ну я постараюсь отношения с особенно когда вы проставляете оценку буду я постараюсь всякие отношения красивостей убрать а вот именно оценивать ээээmm то как вы научились проектировать то есть бракировщик необязательно должен быть хорошим дизайнером но тем не менее владеют графическими пакетами надо да если вы покажете навыки владения графическими пакетами Это вам в плюс конечно пойдет Небольшой Основное это правильно сформулировать требования к сайту Как я буду проверять ТЗ Ставлю себя на место программиста У меня кстати где-то в трудовой книжке Есть одна запись, что я программистом когда-то работал Ставлю себя на место программиста И читаю Смогу я по этому техническому заданию написать программу или нет Потом ставлю себя на место дизайнера И смотрю все ли мне здесь понятно, чтобы сделать дизайн Всего ли мне ясно здесь Ясно ли какие состав графических элементов надо изобразить и прочее Дизайнером почти не работал Максимум баннеры рисовал Но задачи дизайнерам ставлю регулярно Поэтому четко знаю, что они требуют от технического задания И это основной критерий оценки по техническому заданию Это основной критерий того, что вы поняли курс Что вы четко сформулировали, что кто должен сделать И не потребовали лишнего или недостаточного Для этого надо вам будет знать предметную область Немножко разбираться в HTML Так, ответил я на ваш вопрос Ладно Тогда поехали дальше Хорошо, хорошо Какая-то вот кнопочка есть, наверное, волшебная На всю страницу сделать Полный экранный режим Вот, вот Так даже сделаю, чтобы лучше читалось Итак Представляю вам Сферического коня в вакууме Или планы по разработке сайта Которые происходят без всяких срывов и конфликтов Итак Первая часть Это проектируется сайт Вот, то есть Наша с вами основная задача За, ну, простой сайт За недельку можно сбахать Ну, даже, кстати, и довольно сложный Можно за неделю Написать техническое задание на сайт Если сложный, но типовой Или если простой и уникальный То есть недельки достаточно Дальше Согласовываем его Согласовывает с одной стороны заказчик С другой стороны исполнитель Да, кстати, кто делает техническое задание? Вместе делают Хорошие технические задания И клиент, и заказчик, и поставщик, и исполнитель Они делают вместе Больше, конечно, больше работа зачастую падает Именно на исполнителя Хотя задание, то есть заказчик должен сделать задание ТЗ должен написать Но Некоторых деталей все равно не разобрать Подрядчику проще что-то предложить Какие-то проектные решения И ТЗ делается чаще всего вместе Чаще всего вместе И в большей степени Делается подрядчиком, разработчиком сайта Ну, я немножко исключаю Технические задания Которые делаются для органов власти Там в органах власти Большую часть технического задания Занимают вопросы формального рода То есть Каким ГОСТом должно соответствовать сайт Какие требования по его наполнению Еще там что-то еще То есть не касаемо структуры И в такие технические задания мы просто вставляем Какие-то уже вопросы, касающиеся функционала Иногда, кстати, вот именно с госзаказчиками Бывает, что они полностью делают техническое задание Но вот чаще всего техническое задание все-таки со стороны Особенно, когда идет речь о коммерческих компаниях Техническое задание идет со стороны разработчиков Но тем не менее, надо делать вместе И вот такой ситуации, что написали техническое задание И потом через недельку за денек согласовали Такого не бывает никогда Всегда идет вот этот процесс Вот эти вот все процессы Они все многоитерационные Постоянно повторяются Так Дальше После того, как согласовали Несколько итераций Можно приступать Есть техническое задание Можно приступать к дизайну и программированию Программировать, ну а функционал Функционал, средства для наполнения сайта Можно еще до дизайна То есть прыгать начинаем одновременно Особенно, если время жмет Одновременно вместе с дизайном Делается либо У меня тут написано Дизайн первой страницы Либо для крупных проектов Или это если не один сайт, а портал Или просто там Вообще что-то там Корпоративный какой-то заказ На несколько сайтов То делается так называемый Бренд-бук Правила по использованию дизайна Ну и сам дизайн тоже Такое делали не часто Ну буквально пару раз Вот бренд-бук делали мы для администрации города Перми И многое время Ну давно И многое время все сайты Которые подчинялись администрации Перми Они делали по этому бренд-буку Свои сайты Я не знаю, сохранилось Нет ли у меня этот вот старый Старый дизайн сайта Мог уже Вот Олд город Пермь Хотя вот по-моему даже Олд город Пермьру Это вот не то Это уже Да, это уже измененный Ну вот Примерно так вот и было Ну Не-не, это уже не тот Даже вот Олд город Пермьру Старый Вот где-то вот Да, это вот сайт уже Года там Двенадцатого-тринадцатого Вот то, что Вот где-то в две тысячи седьмом Восьмом, девятом Где-то вот в это время Мы сделали им бренд-бук По которому все сайты выходили А потом просто уже на его основе Там сделали вот этот Потом у него дальше развитие было Такого вот Что единый бренд-бук не делали Это бывает редко Обычно Ограничиваются тем Что делают Дизайн главной страницы Вот у нас был Я вот говорю У нас был Мы делали Я работал в разных компаниях То есть Вначале Работал В старой Вообще в первом Интернет-провайдере Который Кстати сейчас Еще существует Только несколько Перепрофилировался Работал в компании Неватру Вот тут Для Понта дела Сохранили Вот именно тот Дизайн Который был Сделан Там Кстати какой-то Старый дизайн Был еще до этого А вот это вот Дизайн Девяносто Восьмого года Ну он был Тогда на весь экран Да видите Даже у меня На довольно Стареньком Ноутбуке Он там Кусочек экрана Занимает И Слабо Резинится Вот то есть Вот так вот Иногда даже был Этот сайт Вот так вот показывался А у тех у кого Хороший большой экран Там показывали Вот дополнительную Вот цитатка Вот была В Неводе сначала Работал Потом Работал в МТС Потом из МТС Выделились И в общем Много где Успел поработать Сейчас Ну если говорить Именно про сайты По сайтам Я работаю В компании Итис Итис Инфо Точек Ру Вот В этой компании Занимаюсь Разработкой сайтов Вот Так Если Кратенько Поэтому я говорю Мы делали Я делал Это Столько Разных Ну Разные компании Были В разные Времена Много Кстати Было Работы Вот В МТС Там Работал Я с 7 По 11 Год 4 года Ну как-то Очень сильно Заполнились Мы были Там чуть ли не Центром Компетенции Всероссийским По сайтам Мы вели Сайт Ну не самого МТС А там у нас Компания Звалась Сначала Стрим Потом Комстар И мы Заведовали Всем Всеми сайтами По всем Регионам Даже один раз Меня вызвали А и да И там мы были Соответственно Раз занимались Сайтами Там у нас Приписали К коммерческому блоку Я был Специалистом Коммерческого отдела И меня Один раз Вызвали В Москву В Москву Вызвали Чтобы настроить Сервер Вот типа В Москве Нету Специалистов И в МТС Нету Специалистов По настройке Сервера Ну не МТС Там Стрим Комстар Назывались Еще А ситуация Была такая Что блок То коммерческий А взаимодействие Между блоками Там иногда Сложно Бывает Поэтому проще Получилось Дернуть Меня Ну как Технического Специалиста Чтобы Я сервак настроил Там Сайты На него Включил Да Там они съезжали С какого-то Стандартного Хостинга На свой хостинг На свой сервак Вот я им его Настроил Своими руками Воткнул В Москве В подвал В подвале В стойку Причем Это было В то время Когда Вот Эти какие-то Были беспорядки В Москве Вот эти маски Шоу были Это год Около Десятого Нет Не десятый год Десятый год Там смог Был Может Одиннадцатый год Может девятый Вот где-то В этот момент Там у них был Вот такая Забавная Опять же История Приключилась Так Смотрю Чатик Ладно Поехали дальше Что у нас Ага Итак Часто вместо Брендбука Делается дизайн Главной страницы Он и показывает Как будет выглядеть Сайт в целом И все вопросы Обычно бывают К первой странице И вот ее Иногда приходится Ну во-первых Как минимум Ее отдельно Надо согласовать Как максимум Ее можно Даже Если еще ТЗ не подписано Приложить к техническому заданию Этот дизайн Или же Отдельным актом Чтобы заказчик Подписался Под ним Что вот все Это дизайн Принимаю Не буду Просить сделать Сколько там Семь перпендикулярных Красных линий На главной странице И две из которых Зеленые Вот поэтому Иногда На этапе После создания Первой страницы Ее вот просто Распечатываем И внизу Сделаем место Для подписи И актом Принимаем А некоторые заказчики Кстати иногда Сами требуют Чтобы дизайн Вот приемка дизайна Была отдельным этапом Отдельной разработкой Вот так даже бывает Даже сами заказчики Понимают что это Важный момент И дальше Если они Не подпишут Не согласуют Со всеми Своими структурами Руководством Дальше Самих менеджеров Руководителей проекта Со стороны заказчика Там Заколебут Вопросами По тому Что как переделывать Я вам все это рассказываю Потому что На 99% Не буду говорить 100 На всякий случай Чтобы не собрать Я на 99% Уверен Что вы Столкнетесь С разработкой Сайтов Потому что Ну сайты везде Сайты там В кофемолке Наверное Скоро уже У каждой кофемолки У каждого пылесоса Будет свой сайт И вы столкнетесь С разработкой сайтов Так или иначе Поэтому Вот Рассказываю вам Какие-то Жизненные истории По этому поводу Потому что Они у меня Все повторяются То есть То что я рассказываю Это не то что О у меня случилось И это наверное Повторится Там Поделюсь-ка я Этим смешным Нет Это постоянно И с года в год Одни и те же вещи Происходят Итак С грехом пополам Согласовали Дизайн главной страницы И дальше Выполняется Вот по ходу дизайна Вот тут видно По стрелочкам После согласования Выполняется Технический дизайн Ну это Внутренний дизайн страниц Когда у нас было Много дизайнеров И нечем было Их занять То Главный дизайн Концепт дизайн Дизайн главной страницы Выполнял Начальник отдела дизайна Вот А все остальное У него Выполняло Три помощника Три было Дизайнера у него В подчинении Или два Два Вот И Они делали Внутренние страницы По тем шаблонам Которые вы должны Записывать Обязательно В техническом задании Вот Он главную страничку Нарисовал Они используют Те же цвета Тот же Стиль Заданный Первой страницей И добивают Все остальные Можно кстати На этапе Технического задания На этапе Технического Дизайна Делать Не все страницы Рисовать А для простых Сайтов Иногда мы это Используем Рисуется Одна страница Один дизайн Одной страницы И на этой странице Рисуются Все элементы Верстки То есть Заголовки Таблицы Списки Кнопочки Какие-то интерактивные элементы Поля ввода И все это Зарисовывается В рамках Вот в рамках Вот на одной длинной странице Вот такой вот рисуночек Длинный-длинный-длинный-длинный Рисует дизайнер Но это только в том случае Если нету каких-то хитрых страниц Вот Если говорить опять же Про сайт губернатора Вот на Вот это надо нарисовать отдельно Вот это непростой текст Тут Квадратики Кружочки Там вот тень какая-то нарисована Вот Все люди Там сделаны в кружочках Кстати были квадратики А вот этот вот Губернатор Кружочек побольше Все остальные кружочки Поменьше Тут было немножко по-другому Тут было что-то квадратненькое Оно совершенно не так Страница Смотрелась Она плохо выглядела Вот квадрат с квадратом Он как-то вот Квадрат в квадрате Плохо сочетался А тут вот Тут вот кружочек Тут вот кружочек Так вот сглажено Края Вот я вижу Вот если их приблизить Вот края Вот тут вот сглажены Так что Программистам Ни в коем случае Нельзя доверять Дизайн Как можно вообще Доверять дизайн Людям Которые Вот программисты Используют Вот Такую вот Какофонию Цветов В своих любимых Системах Подсвета Синтексиса Вот как Можно этим Людям Доверять Дизайн Никак Поэтому Все что надо Должно быть нарисовано Должно быть нарисовано Дизайнером Все элементы Должны быть Разрисованы Если сайт простой Да достаточно Двух страниц Главное И внутренняя В которой Все-все-все Элементы Указаны Нет Что-то вот Хитрее Вот как я вам сейчас Показал там Структуры какие-то Схемки Все Передаем дизайнерам Не надеемся Что программист Там Ты же компьютерщик Ты там Сделай Нарисуй Не сделает Он сделает Плохое он сделает Не буду говорить Плохие слова Что программисты делают Когда им доверяешь дизайн Вот И Когда выполнен Технический дизайн То есть Когда нарисованы Все страницы Можно Приступать К разработке Вот Тот Тот наш с вами Предмет В том числе HTML CSS JavaScript То что будем Ну HTML точно будем Проходить С остальным Знакомиться Вот Это уже Выполняет Верстальщик Иногда Тот же Программист Делает Иногда Отдельный Человек Иногда Даже Несколько Выполняются Переводятся Картинки Сделанные Дизайнером В В HTML Странички В отдельные Элементы Просто Так Взять Картинку И вставить На сайт Невозможно Потому Что Сайт Во-первых Должен Резиниться Да Вот Видите Раз Ужали Хоп Тут Кстати Навигация Взяла И спряталась У нас Здесь Вот Все Видно Осталось Да Нет Сайт Правительства Не мы Делали У нас У нас Он только На Сопровождении Вот Кстати Может быть Кстати Делали Но Без Меня Какой-то Кусочек Но Сейчас Вот То Что Дизайн Сделан Это Не Наша Разработка Вот Дизайнер Вот Нарисует Такой Подвал А Вот Там Когда Сузится Подвал Должен Как-то По-другому Выглядеть Видите Хоп На И Все Это Скуксилось То есть Просто Взять Картинку Вставить На Страницу Невозможно Ну Во-первых Из-за того Что Должно Резиниться Из-за того Что Элементы Все Должны По Экрану Так Или Иначе Ездить Просто Так Взять Картинку И Вставить Нельзя Я Я Так Делаю Когда Завалены Сроки По Разработке Какой Страницы Я Просто Беру Страницу Картинку Вставляю В html Вот Просто И делаю На всей Странице Одна Вот html Одна Картинка Вот А после Этого И На картинку Можно Там Хитрый Способ Можно На картинку Сделать Ссылочки Что Они Там Появляется Палец Вместо Курсора И Можно Там Даже Что Нажать Переходы На Другие Сайты В крайнем Случае Два Раза В жизни Такое Приходилось Делать Ну Потом Конечно Все Это Исправляли Там Переделывали Делали Все Круто Все Супер Но Пару Раз Сайты Приходилось Сдавать Просто Вставив Картинка Но Там Было Видно Недостаток Функционала Там Что Баннер Лишний Не Вставишь То Что В Картинке Было То И Работает Поменять Взять Баннер Другой Сделать Изменить Что То Уже Невозможно Становится Поэтому Картинку Разрезают На Кусочки Текст Пишут Текстом А Не Картинкой Вставляют Да Кстати Будете Делать Сайтики Постарайтесь Чтобы У вас Был Текст Его Как Минем Можно Скопипастить Как Максимум Поисковые Системы Текст Ищут А Не Слова На Картинках Вот Вот Этот Вот Этап Верстки То Есть Переделывается Картинка В Текст На HTML И CSS Какие Это Картинки Отдельно Вырезаются Чтобы Вставить На Страницу Там Вот Как Тот Же Логотип Да Вот Он Одной Маленькой Картинкой Здесь Вставлен Вот Иногда Называется Нарезка Нарезка Потому что Берется Картинка И режется На Составляющие Что дальше Превращается В текст Что Не Превращается И дальше Когда у нас Готово Уже Почти Все То есть Сделан Технический Дизайн Сделана Верстка Сделано Программирование Функционала Можно Приступать К программированию Пользовательского Интерфейса Вот Такая Классическая Модель Именно По Сайту По Веб Приложениям Когда Вот Именно Программа Веб Приложения Ну Типа Google Календаря Google Документов Еще Какие Программы Такие С Хорошим Интерактивом Где Вот Именно Программа Работает Не Просто Сайт Странички Смотрим Рекламу Тексты А Что 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 Именно Динамическое Там Немножко По Другому Это Выглядит И Немножко По Другому Люди Сделаны Может Поясню Потом Вот Здесь После Того Как Все Нарисовали Сверстали Запрограммировали Функционал Уже Пользовательский Интерфейс Там Буквально За Денек Два Запускается Хотя Блин Что-то У меня По Одному Проекту Два Месяца Сидят Делают Да Хорошо Что Мы С вами Этот Вопрос Затронули Надо Глянуть Что Там Так Долго Сидят Рисуют То есть Верстка Есть Программа Есть Что-то Уже Месяц Делают Два Можно Другой Работы Конечно Отвлечены Но Надо Разобраться Будет Вот Я Видимо Эту Лекцию Не Рассказал Так Сейчас Гляджу Чатик Будет Ли У нас Перерыв Ну Раз Спрашиваете То Давайте Сделаем Перерыв Чик Вот Я Вообще Не По 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 Ну Давайте Все Давайте Перервемся Перерыв Сколько Сделаем Ну Я пойду Тогда Чай Глотну Тоже Давайте 10 минут Я эфир Выключать Не буду Вот Через 10 минут Мы С вами Встретимся Сейчас 11 24 Давайте В 11 35 Вернемся Если Кто-то Не Против Если Кто-то Против Срочно Пишите Кричите Мне В Дискорд Так Криков Не Слышу Все Тогда Отдыхаем 10 минут Спасибо Что Напомнили Я вообще Болтать могу Без умолку И без конца Особенно Поинтересным Для меня Вопросом Да Да Слушаю Так Сейчас 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 Секунду Все Я здесь С вами В Дискорде Что Стою Так Я вот Думаю Тоже Я просто Расскажу Вам Вводную Часть По поводу Пораньше По поводу Вообще Регламента На Занятиях Обычно Есть Тема Которую Мы обсуждаем На Лекции Дальше Вы По этой Теме Там Работаете Обсуждаете Обдумываете Ее С Лабораторными Работами То же Самое То есть Есть Видеоматериалы Есть Я всегда Проконсультирую По телефону Дискорду Зайду к вам Через Teamviewer На компьютер Помогу Сделать То есть Я вот Какой-то Материал Начитываю Дальше По нему Работаем Это Не обязательно Будет Именно Как часы У нас Поставлены В расписании Так и будет В начале Занятия Которое У нас Стоит Сегодня С 9.40 У нас Четыре Пары С кем Я С кем Не я С часу Какие-то Пары Я в начале Занятия Четко Начитываю Договариваемся Что как Делаем И дальше Работаете Или самостоятельно Или что-то Вместе Мутим Это В общем Ну Я ориентируюсь На вас На ваши Просьбы Пожелания По ведению Сегодня Будет Я вот Расскажу Вот Водную Часть Общие Абстрактные Вещи На Болтаю И оставлю Вас Тем Что вы Будете Придумывать Предметную Область То есть Буквально Еще Не знаю Полчасика Может Не больше Но тем не менее Я думаю Все равно Надо Чуть-чуть Переварить Чтобы в голове Уложилось То что Наболтал Поэтому Немножко Отдохнем Есть ли Возражения Ладно Хорошо Давайте Так Итак 10 минут Перерыв Потом Еще Полчасика Занимаемся И дальше По обстоятельствам Видно Будет Все Тогда Прерываюсь Отхожу От камеры Продолжение следует 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ага У какой из групп я веду? Я веду из групп, где написано, что Антон был Панов, да Состав групп остаются такими же, как и в прошлом учебном году Вот знаете, мне вот все равно вообще Вот кто... Я действую по правилу, как некоторые кофры Я работаю до последнего человека Все, кто ко мне обратится, я со всеми доведу дело до конца У меня по молодости была, ну пока все собираются после перерыва По молодости была забавная ситуация У заочников, что-то я так придрался к заочникам каким-то И мне не ходили-ходили, пересдавали-пересдавали какой-то предмет Ну не какой-то там операционной системы я вел Они мне вот пересдают, пересдают Они за это время, там парень ходил и девушка Они за это время познакомились, женились Я не знаю, завели детей или нет, но очень долго сдавали Так что, я не помню, к чему это А, да, к тому, что я сейчас довольно отношусь к сдаче именно формально Вот прямо формулу нарисовал вам перед этим вот ТЗ По которой все это будет проходить, чтобы максимально исключить субъективный фактор из процедуры сдачи Но работаю со всеми, кто подойдет Не важно в какой группе, ко мне вы будете в группе или у Игоря Владимировича Не важно Я думаю, тоже он будет не против, если вы у него проконсультируетесь Мы несколько по-разному ведем эти моменты, эти вещи Так что, если вы можете между группами перемещаться, как хотите Ведомости все равно заполняю в конце концов я Так что, в принципе, я думаю, что вы можете переместиться, как получится Вот Посмотрите, что будет он показывать Как он будет рассказывать, делать Как это у меня происходит Ну, я вам сразу же скажу Я не сильно люблю вот копаться в этом HTML Я считаю, он вторичен Что вы сами поразбираетесь, маленько поделаете его Эти тексты попишите в браузере и пооткрываете Я специально, кстати, для этого сделал так называемый нулевой урок Вот Нулевой урок Сейчас я покажу, где он у меня находится Я вот, чтобы трансляцию не сбилась, я включу режим инкогнито браузер Вот YouTube Это, наверное, экзамен все-таки мой имеется в виду экзамен Видео недоступно Наверное, меня тут можно найти вот так Через К.Денис Б Вот я в инкогнитое, не в своем аккаунте Поэтому мне не подсказывают Да, вот Можно меня так найти Вот сейчас прямой эфир у нас идет, ура Так Давайте все-таки не прямой эфир включим, а вот просто Вот так вот нажмем на Денис Кузнецов И в плейлисте, вот, наверное, я в веб разместил этот видосик И тут вот есть некоторые продвинутые уроки Есть еще что-то А вот, есть нулевой урок Вот Зовется Самый первый веб-урок Вот Он у меня случился стихийный Я какую-то другую лекцию вообще рассказывал Видимо, функциональное программирование вел Судя по тому, что там написано Или вообще логическое, да, там вот Пролог, на прологе что-то писал Весной, видимо Вот И меня просто напаривает Вот студенты, они другое проходили Они мне попросили рассказать вообще Что такое вообще вот странические Вот все говорят сайты, сайты А вот что за сайты Что такое веб-страница, что такое HTML И вот я тут за полчасика вообще С самого-самого начала показываю Что такое вот какой-то функционал по HTML По разработке страничек Я считаю, это нулевым уроком должно быть Перед всеми То есть все как бы подразумевают по умолчанию Что все понимают, что такое браузер Где находятся файлы и прочее И видеоуроки касаются каких-то Какой-нибудь технической детали Я здесь постарался показать вообще Что это и где это находится Вообще, что такое сайт, что такое веб-страница Вот Поэтому Пошлю вас, наверное, к этому видосу Посмотреть на него Вот именно Вот на первом занятии То есть у нас с вами занятие По расписанию начинается Насколько помню В час двадцать, если не совру Вот Я в нем просто скажу какую-то вводную часть Что мы будем делать А так вот этот видосик Глянете Какой-то может быть момент Разберем вместе То есть страничку Создадим еще что-то Сделаем Но у меня просьба Вот посмотрите внимательно По этому видео Будут по нему вопросы Я во время всего занятия Которое у нас по расписанию Обязательно на связи И в первую очередь Для вас Ну если не в дискорде То в телефоне Вот И обсуждаем уже по проблемам Может вот кто-то мне писал Давайте поделаем сайт на паре прямо Ну вот может какие-то части Какие-то кусочки Поделаем Ну вот именно По проблеме Которая у вас возникнет Потому что вот видео уроков Всяких Много То что я вот именно хотел донести Вот в этом видосе Самый первый веб урок В плейлисте Который зовется просто веб Вот Вот как-то вот так у меня С практиками получается Ну мне кажется Не сильно интересно Говорить там Напишите слово HTML Напишите там что-то еще Вот хотите вот что-то вот Поподробнее Наверное Игорь Владимирович Поподробнее бы вот эти Вещи показывать Рассказывать Я больше ориентируюсь на то Что вы частично И многие вещи Постараетесь делать самостоятельно А я с вами обсужу Те вопросы Которые у вас возникнут Причем вопросы могут быть Естественно Абсолютно самые разные Начиная там С самого первого А где это написать А там На какую кнопку нажать Что такое браузер Где сервер и прочее То есть вопросы любые Обсуждаем Мне все равно Что обсуждать Главное чтобы Ну я на этот предмет Подписался И его веду Вот чтобы донести это до вас Для меня задача Чтобы вам было понятно Ну вот Сидеть и практику делать Вот как-то мне Не сильно свойственно Сидеть и делать сайти Вот в этом видосе Вот я вот Там ночью была уже Я что-то пробила После длинной пары Видимо остановиться не мог Болтал-болтал И переключился С одного предмета на другой Ну вот я повторюсь Там студенты Другой предмет Проходили И вот я им По вебу Начинал там Выключил Что было И пошли Делать вот С самого ноля Сайт там Со всеми понятиями С размещениями Его тут вот Видно По FTP Выкладывал Сайтик Вот Вот как я буду проводить Если вам больше нравится Более академический Способ изложения То есть там вместе Там делаем сайт Там нажимаем Такое Сделаем вот это Вот Тогда можете К Игорю Владимировичу Ну я повторяюсь В конце концов Экзамен будем Проставлять все вместе Там ведомости Все будут у меня Никто обиженный Не уйдет Ни в коем случае Ну если Опять же будете Выполнять задание Выполняемся Так Что-то вы мне На мою эту триаду написали У третьей группы Нет сегодня семинара А вообще Она не по расписанию есть? Я вот не помню У нас на третью неделю У нас через неделю Ведь майнер На следующей неделе нету Так вот Ребят Вот с третьей группой Подключитесь к кому-нибудь Или к Игорю Владимировичу Или ко мне Вот не важно Или поразделитесь По интересам Кому что больше понравится Ну вот я повторюсь Я практически Вот все что хотел На семинаре Я вам рассказал И повторю еще раз Там надо будет Делать первую страничку И еще раз Семинары Можно будет Закрыть Теоретически Ну не совсем желательно Желательно все-таки Своё что-то Поделать Вот у меня Задание на проектирование Так вот Самый первый видеоурок Закрываю Чтоб не мешался Вот у меня задание На проектирование И вот В крайнем случае Вот крайне желательно Посещение семинаров Тут что-то мы все-таки Обсудим Вот я хоть Я не знаю Хоть на 10 На 20 минут С вами выйду в эфир Вот и поговорим Вот вместе Собрались Поделали Это уже Плюсом Будет То есть всегда Как минимум эфиры Буду начинать Спрашивать Что у вас Накопилось Что хотите поделать Вот Можно на открытом образовании Пройти курс Его копия Ну немножко посложнее Она обновленная Есть вот здесь Но сейчас Вот именно В этом семестре Вот запись на курс Открыта Он бесплатный Поэтому Записывайтесь на курс Проходите его Там вместе С котенком Кексом Выполняйте задачи Какой минимум С этого курса Вы все делаете Вот в браузере Все делаете Здесь И нету до конца Понятия Вот именно Всего спектра Веб-технологий Которые Нужны Проектировщику Сайта Здесь вот именно По предметной области Вы там HTML CSS Попроходите Ну вот За В принципе Теоретически Вот прохождение Этого курса И скриншот Его Выложенный Как здесь Вот указано На Google Диск Он Принимается В том числе За прохождение Аудиторных Занятий Но крайне Желательно Поделать что-то Самому Ну или вместе С нами Ну со мной Больше Сами будете делать И я буду По каждому проекту С вами общаться У Игоря Игоря Владимировича Обычно Все более Академично Проходит Так что Кому Я думаю Ну я с ним Кстати тоже Обсужу Пусть кому Что нравится Те туда И пересекаются Вот так Вот Давайте Сделаем Ну конечно Постараемся Чтобы перекосов Не было Если Как-то Кому-то сильно Перебежит То надо будет Равномерно Распределиться Между нами Вот Такое у меня Предложение Вам Так Все Вроде Никаких Возражений Не возникло Так Я проверяю Дискорд Не вылетел Ли я из Дискорда Я из Дискорда Не вылетел Поэтому Слышу Если вы мне Что-то будете Говорить Срочно Надо делать Продолжаю У меня На самом деле Немного Осталось То что я Именно На вводном Занятии Таком Болтологическом Хотел бы Изложить Хотя На самом деле Я вам Концепцию Основной Концепт Что от вас Хочу Я изложу Вот оно Вот он Основной Концепт Который Которого Требуется Придерживаться При Проектировании Сайтов Будут Какие-то Дополнительные Моменты Вот Техническое Задание Вот просто Взять И с нуля Написать Вот Побеседовав С клиентом Или наоборот Там Пообщавшись С поставщиком Услуг Ну Довольно Сложно Поэтому Перед Техническим Заданием Вот именно Когда все На словах Расписывают Делают Прототип Сайта То есть В простейшем Варианте Садишься Рядом Заказчик Исполнитель И начинаем На листочке Рисовать Что Куда Должно Делаться Это Кстати Крайне Удобный Вариант Вот именно С листочками Так Я смогу Сейчас Вторую Вебку Приделать И Показать Как это Делается Или нет Нет Давайте У меня Будет Отдельное Задание По прототипам Сайтов Вот тогда Подробнее Покажу Подключу Вебку И расскажу Как можно На бумажке Сделать Смешной Прототип Сайта Вот Поэтому Не буду Сейчас Заморачиваться Подключать Вторую Камеру Когда Вот Пример Мы нарисовали Квадратиками Что Как Должно Выглядеть Примерно Прототип Сайта Есть Прототип Вот как Рисуется Вот он Есть Пример Прототипа У меня На сайте Вот Можно Глянуть Ну Я повторюсь На Отдельном Занятии Мы с вами Будем По Прототипам Тереть Как их Делать Ну Тут Кстати Не полный Тут Чуть Чуть Я сделал Ну Как-то Тоже На лекции Прямо Кстати На лекции Все Все Вместе Это Нарисовали Ну Вот Прототип Как-то Как-то Его нарисовали Можно На бумажке Можно Еще На чем-то Вот Как Видите Пример На сайт Как Представляется Состав Элементов Что Должно Быть На сайте Вместе Заказчиком Обе Стороны Заказчик Исполнитель Нарисовали Поделали Дальше Это Надо Формализовать Нарисовано Нарисовано Но Непонятно Что Нарисовано Какой-то Текст Таблица Или Что-то Еще Там До этого Не договориться А если С словами В ТЗ Написано Таблица Рисунок Или же Там Еще Что-то Вот Это Читается Однозначно Когда Все Расписано Поэтому Ну В техническом Задании Крайне Приветствуется Вообще В технической Документации Крайне Приветствуются Всякие Схемы Изображения Рисунки Иллюстрации Но Их Надо Все Описывать То есть Текстом Повторять Что здесь Написано Что здесь Нарисовано Потому Что Текстом Написано Что таблица Значит Это таблица А не Вставленная Картинка Какая-то Вот Как минимум Написано Сразу Уже Видно Все В цифру Привели Не Без Аналога Это все Но Тем не менее Визуал Тоже Нужен Мозгуть Легче Понимать Что Написано Если Есть Рисунок А А если Мозгу Легче Воспринимать Соответственно Вы Проще Договоритесь Между собой Обе стороны Проще Договоряться Если Техническое Задание Понятное Поэтому Стараемся Добавлять Визуал Чтобы Было Проще Общаться Чтобы Было Понятнее Всем И Добавляем Текст Чтобы Однозначно Все Читалось Вот Такие Такая Диалектика И рисуночек И текст Ну Кто Любит Маленькие Мои любители Психологии Да И на одно Полушарие Мозга Мы воздействуем И на другое Да И на Когнитив И на Не знаю Как зовется Вторая часть Которая Вечно Выступает Так Дальше Когда мы Все описали Когда Ясно Четко Что Разрабатывать Можно Составить Смету Сколько Будет Делаться И Связанный Со Сметой Вопрос Календарный План То есть И смета И календарный План Они зависят От Трудозатрат Трудозатраты Определяются По техническому Заданию И все Это Объединяем Договором То есть Оставляется Договор Или если Говорить Про Госзаказы То там Называется Контракт Государственный Контракт Муниципальный Контракт Вот И дальше Мы с вами Будем обсуждать Как Делаем Прототипы Уже Мы будем По этому Вопросу Работать Ну Смету Не сильно Будут Тратить Вот Да 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 И Пойдем Поговорим Да Вот Дальше Остальное Все Не сегодня Все Инфы Я думаю Что Излил Достаточно Наболтался Во всяком Случае Наговорился Я Да На сегодня Вот Дальше У нас Поскольку С вами Занятие Должно Быть Кстати Глянем Не поменялось Ничего В расписании Мы должны С вами Начинать Во всяком Случае Очень Стараться Начинать Вот Именно Как В расписании Написано Так И делать Дальше Как пойдет Как пойдет Там По вопросам Там Можем И задержаться Можем Пораньше Закончить Как Что Будет Так Вот Расписание Прямо На сайте Вышки Открываю И Смотрим Что Получилось И Начнем Мы С вами Вот Именно По Времени Час Двадцать Час Двадцать Час Двадцать Ну-ка Правильно Я угадал Или нет Нет Неправильно Я проиграл Не знаю Что В час Десять Мы В тринадцать Десять Мы Ровно С вами Начинаем Следующее Также Заведу Все Все Там Вот Все Сразу Заведу Сейчас С телефона Зайду В дискорд Если Будут Какие-то Вопросы Пожелания И Прочее Если С Игорем Владимировичем Какая-то Нестыковка Будет То Мы Найдемся В дискорде Переписываемся Пока Не в онлайне В этом В основном Голосовом Чате Вот тут Кстати В текстовом Чате Вот тут Он у меня Один Поэтому Не запутайтесь Вот Основной Текст И вот Здесь Можно Писать Че По праву Вот Здесь Найдетесь Игорь Владимирович Тут Все Еще Кстати На связи В основном Голосовом Чате Можете С ним Пообщаться Да У него Наверное Услышит Вот А так Начинаем В час Десять В дискорде Буду Все это Время Эфир Начну Тоже Сейчас Вот Прямо Когда Закончим Этот эфир Включу Сделаю Заготовочку На следующую Трансляцию На час Десять И там Там поговорим Немножко По HTML И И пошлю Вас Вот на тот Свой видос Нулевой Урок Так Вопросы Пожелания Внимательно Вас Слушаю А да Кстати После видео Просто мы видео Сохраняем Оно у нас Остается на Ютубе И кто-то Не хочет Чтобы в эфире Мы это обсуждали Я остаюсь После видео Всегда В дискорде И в дискорде Еще Трепнемся По всяческим Вопросам Так И так Сейчас Я видео Тогда Останавливаю Вопросы Так Нужно ли Скачивать Какие-то Программы Ага У меня Даже Есть Специальный Видос Средства Для Веб Разработчика Да нет По-моему Я вот Рекомендую Из программ Использовать Блокнотик Но не простой Блокнот А Notepad Плюс Плюс Вот я Ну вы под Виндовсом Наверное Работаете Вот Notepad Плюс Плюс Под нем Можно Это просто Текстовый блокнот Вот для работы С текстом Под Линуксом Ну и в Виндовсе Тоже есть Использую Саблайм Ну вот уже Вам засвечивал Саблайн Текст Вот так Зовется Штука Саблайн Просто Не Не линия Только Тут типа Лимон Саб Лайм Ну вернее Не лимон А лайм Вот Это Текстовый редактор Простой Для сайтов Достаточно Их Есть Специализированные Средства Хитрые Мощные Но Нам они Не потребуются Если ими владеете То скорее У вас уже Есть сайт Который Вы мне сдадите Вместо Экзамена Да Вот Ну если хотите Каким-то Средством овладеть По нему будут вопросы Можем отдельно Обсудить Ну я их Честно говоря Не сильно Люблю Там Программисты Вечно наставят себе Вот этих Интегрированных Сред Разработки А потом С ними Мучаются Еще Ладно Сами мучились Еще меня Иногда Достают А вот Тут У меня Не идет Подключение К базе Данных Почему Я не знаю Почему Я вообще К базе Данных Напрямую Захожу На сервер И подключаюсь К базе Данных Но вот Приходится Помогать ему Разобраться В его Интегрированной Среде Поэтому Есть Некоторые Негатив По этому Поводу Но я вам Обещал Что будем Обсуждать Что попало Так что Если вдруг Захотите Интегрированные Среды Разработки Там Какое Нибудь Типа IntelliJ Idea IntelliJ Idea Какую То Использовать Да Или PHP Storm Или Что-то Такое То Можем И это Обсудить Конечно Но Если не будем То я буду так рад Не сильно Их Люблю Еще Любители Экзотики Ну раз Задали Вопрос Чтобы Ну и на видео Чтобы осталось Могли бы потом Пересмотреть Вот Любителям экзотики Eclipse Да вот Я использовал Вот именно Когда использовал Не просто блокноты А среды разработки Я использовал Его Вот Их можно Скачать Ну Ноутпад Плюс Плюс Да Вот Его Довольно Ну Или Какой-то другой Блокнотик Который Используйте Но Ноутпад Плюс Плюс Он хорош Тем Что Синтаксис Подсвечивает Чтобы Вам Было Удобнее Там Найти Ошибку Или Еще Что-то Так С мака Все Возможно То же Самое Естественно Так Если Уже Есть Сертификат О прохождении Курса На курсе По основам HTML И CSS От Яндекс Инфт Нужно Либо Проходить Курс Нет Вы Просто Ну Походите Посмотрите Юлия Что вам Интересно Может Кажется И Вместо Скриншота С прохождением Курсов Которые Я рекомендовал Можете Свои Засветить На занятия Ну Если ко мне Запишетесь Ну Раз уже Все это Проходили То По желанию Но Вот именно ТЗ Проектирование Сайта Это Обязательно Надо Делать Даже Если Вы HTML Знаете И делали Сайтов Но Нет У вас Своего Разработанного Технического Задания То Надо Его Будет Сделать Чем Мы В итоге Будем Заниматься Я имею Ввиду Вот именно То что Аудиторное Занятие Будем Изучать HTML Как Сделать Жирненьким Зелененьким И так Далее Как Сделать Первую Страничку Как Разместить Я повторюсь Я еще раз Вас Тринадцать Десять Что у нас Примерно Что у нас Поточнее Будет Примерно Что будет Я сказал Надо знать Примерную Область HTML CSS JavaScript Так Ага Так Хорошо Хорошо Сергей Так Ну И все Все Тогда Сейчас Эфир Выключаю Останавливаю Его И Перехожу В Дискорд Онлайн Курс Нет Онлайн Курс Не полностью Там Несколько Тех Занятий Которые Бесплатно Там Я Экстерном Проходил Его Просто Проверял Работает Или Не Работает Там Ну В принципе Если Владеете Языком То Если Все Знаете То Оно За Часа Три Четыре Все Проходится Если Надо Именно Учить То Там Ну Каждый День По Часику Делайте Там За Пару Недель Пройдете То есть Там Не 31 Декабря Конечно Спасибо Что Спросили Да Курсы Проходим Только Вот То Что Я Сказал HTML CSS Может Частично По JavaScript Но Не Все Ни В коем Случай Там Какие Части Даже Платные Есть Их Ни В коем Случай Не Надо Они Нам И Не Требуются Спасибо За Вопрос Ладно Все Тогда Отключаюсь И Перехожу В Дискорд В Дискорде Будет У нас Только Звук С вами Все Сейчас Подожду Пока Время Меня Догонит И Нажму Завершить Трансляцию Все Догнала Дискорде